Не успели утихнуть страсти по первому Брестскому полумарафону, как легкоатлетическая общественность республики вновь взбудоражена. Брещане провели первый в Беларуси ночной забег. Идея принадлежит Брестскому горосполкому, инициатива которого имеет все шансы стать традицией и украсить не только миллениум города над Богом, но и превратиться в культурно-спортивную фишку Бреста. Город Брест является спортивной столицей нашей республики Беларусь. И сегодня мы будем свидетелем того, что зарождается в городе Брест еще одна традиция, новая традиция. Мы открываем первый ночной забег. Он не только первый в нашем городе Бресте, не только в Брестской области, он в республике первый. И основная цель данного мероприятия, это прежде всего продемонстрировать нашим жителям, и не только города Бреста, и других городов, чтобы быть на дороге более ярким и заметным. По безопасности дорожного движения и, конечно, за здоровый образ жизни. В самой необычной инициативе сезона приняли участие порядка 470 любителей бега. Старт дали на набережной Франциско Скорины. Маршрут длиной в 7 километров 400 метров пролег по самым знаковым улицам Бреста, обновленной набережной, проспекту Машерова, Гоголя, Мицкевича и Советской. Для себя бегаем, для того, чтобы быть сильнее. Рубители. Развиваемся после работы, перед работой, выходной день, любим бегать. Главная особенность Брестского ночного забега – его правила. Участники бежали только по тротуарам, не нарушая привычное движение автотранспорта, и пересекали проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. В этом главная цель пробегам – привлечь внимание к использованию свето-возвращающих элементов и культуре поведения водителей и пешеходов. А еще соревнования – это лишний повод и пример здорового образа жизни. На дистанцию вышли участники в возрасте от 3 до 73 лет. Я участвую почти во всех забегах, которые у нас в республике проходят. И стараюсь ничего не пропускать. Для себя интересно, здоровье поддерживаем. Вот у вас отличный Брестский полумарафон был, очень понравился. Ну, в Минске полумарафоны не пропускаю. В Жодино, в Жлобине были. Ездим везде, где можем. Ну, куда финансы позволяют, по крайней мере. Очень хочу быть примером для своих деток. Мы сюда приехали с сыном. Сын, подходи сюда. Сын и моя доченька. Младшая. Я очень всячески стараюсь быть примером. Проще, конечно, сидеть дома на диване, смотреть телевизор. Это в разы проще. Но в первую очередь надо работать над собой и быть примером для своих деток. Главный акцент мероприятия – конкурс на лучший светящийся костюм. Поэтому по итогу забега официальных победителей выбирали по красоте костюма, а не по времени. Обладателям самых ярких, интересных и запоминающихся главные призы планшеты вручил заместитель председателя Брестского горосполкома Вадим Кравчук. Забег от здоровья жизни. Нужно показать своим примером, во-первых, молодежи, даже взрослым покажем, что нужно бежать. Ведь движение – это же жизнь, вы сами понимаете. Ну и красивый подход. Спасибо моим друзьям из театра студии Этера, которые помогли мне собрать этот костюм и поддержали меня с этим костюмом.